Не просто рождественский концерт, а хоровой собор провели в Волгограде. На мероприятии не было зрителей. Всем участникам предложили спеть песнопение праздника. В форуме принял участие митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и давно назначенный главой кафедры. Семейный рождественский фестиваль «Чудный миг» прошел в актовом зале Свято-Духового монастыря. Дети, родители и воспитатели из 14 детских садов Центрального района пришли сюда, чтобы поделиться рождественской радостью. Сегодняшнее событие, которое произошло, это как раз плод единения, единения педагогов, единения родителей и помощников, которые помогли этому единению состояться. Позволило, наверное, почувствовать всем радость. Я эту радость почувствовала. Сам семейный рождественский фестиваль проводится уже не один год, но в Центральном районе города впервые. И, конечно, то, что такие маленькие детки, ну совершенно малюсенькие, да, там были даже девочка полтора годика, вот, и дальше, и 4-5 лет. И вот эти детки все это радовались, все это они прыгали, конечно, вызывает необыкновенный восторг и какой-то такой подъем в душе. Но вот это дети наши будущие, правда же. И вот мы видим, вот они дети наши, они радуются Христову Рождеству. В мероприятии принимал участие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который обратился с приветственным словом, благословил это мероприятие и поблагодарил участников и организаторов в конце. Мне очень радостно вместе с вами разделить это торжество. Я надеюсь, что подобные мероприятия будут проходить и дальше, и же год, по крайней мере. Я вот немножко поговорил с мамочками и с папочками, и они тоже бы хотели, чтобы так оно и было. На фестивале всем участникам была предоставлена возможность познакомиться с богатым музыкальным наследием детских рождественских песнопений. Всех заранее сразу предупредили, что это не концерт. Здесь не будет зрителей. Это хоровой собор, где каждый участник. Организаторы отметили, что для современного человека этот самый распространенный некогда на Руси формат праздника оказался непривычен. Для взрослых, но только не для детей. Мы должны учиться у нас в детей непосредственности, открытости сердца и души. Как допустим Павел, учиться младенствовать злобой, но не умом. И мне было интересно и при этом наблюдать, как взрослые, серьезные такие, важно настроенные люди потихоньку меняли свое выражение лица. Они распрощались. В этот раз родителям приходилось учиться у ребят, и для создания праздничной атмосферы единения каждому пришлось потрудиться.